Всем привет! На связи Жиротырь. Продолжаем цикл роликов о провале колец власти и сегодня поговорим о причинах этого самого провала. В своем обзоре о данном проекте я рассказал о фундаментальном непонимании философии мира Толкина командой сценаристов и шоураннеров. Давайте же раскроем данный тезис более подробно. Явный библейский контекст борьбы добра со злом прослеживается на протяжении всего творчества Толкина. Зло сильно, однако каким бы сильным оно не было, добро все равно одержит веру. Все же повествование всегда ведется от лица светлых персонажей. Нет и не может быть харизматичных злодеев, с чьей стороны нам показывают видение мира. Моргот, Саурон, орки, тролли, гоблины. Все они однозначный и неоспоримый зло. Шоураннеры же в данном проекте попытались отойти от этой концепции и создали линию Адара, который стремится создать дом для орков, страну под названием Мордор. Сам же персонаж Адар и его сюжет на линии получилось действительно интересным, особенно на фоне других линий. Однако данный ход был бы уместен, например, во вселенной Мартина, но никак не во вселенной Властелина Колец. Это действие сильно оттолкнуло от проекта фанбазу Властелина Колец и это, я напомню, целевая аудитория, на которую творцы просто обязаны обращать свое внимание. На самом деле, помимо сюжетки Адара, таких сломов канона великое множество. Галадриэль вместо сильнейшего персонажа мира Властелина Колец была показана тупой истеричкой в угоду некоторым меньшинствам. В оригинале же Галадриэль одним взглядом внушала ужас на своих врагов, но в данном проекте, кроме смеха и желания пролистать вперед серию с ней, она не вызывает ничего. Халбранд Саурон также не выглядит убедительно. Его мотивация привести мир к порядку железной рукой под своим владычеством прописана в первоисточнике, но, по всей видимости, команда сценаристов либо его не читала, либо посчитала, что сделает лучше, чем сделала Толкин, и в очередной раз влезла в коричневую, неприятно пахнущую субстанцию. В одном из своих интервью эта ЧСРная парочка заявила, что из Саурна они будут лепить серого персонажа. Серого персонажа в мире Толкина. В целом же, эти товарищи создают очередной слом канона, что лишь в очередной раз отдаляет нас от концепции Толкина. Говорить о каждом неканоничном персонаже можно долго, однако, к сожалению, помимо этой проблемы в сериале есть множество других. И очень важной, по моему мнению, является сомнительный выбор хронологического промежутка, показанного в сериале. Ведь вторая эпоха, которую нам так любезно продемонстрировали наши творцы, затрагивает множество очень-очень интересных событий. Например, таких, как становление величайшего человеческого государства в истории Властелинных колец, Номинора. В эту же эпоху случилась очень необычная, по меркам данной вселенной, эльфы Линдона и гномы Хазадума начали дружить и преодолели вековую вражду между их расами. Также происходила колонизация средиземельных людьми Номинора. После пика своего величия, возгордившийся Номинор плавно начал скатываться во тьму. По моему скромному мнению, любая из перечисленных мной выше сюжетных линий была бы в разы интереснее, чем скомканные повествования, представленные нам в сериале. Ирензель и Исильдур жили сильно позже создания колец власти, но минорцы живут примерно 200-300 лет, а потому совсем скоро мы увидим падение Номинора, а также войну последнего союза, после которых наступит третья эпоха. Очень жаль, что шоураннеры попросту проигнорировали почти все события второй эпохи, а показанное извратили до полного неузнавания. Обидно, что нам так и не показали величие Номинора на пике его могущества, не показали малорны, которые вырастали почти такими же огромными, как в бессмертных землях. Эх, а ведь когда я читал Сильмариллион и неоконченные сказания, то мечтал, что когда-нибудь увижу экранизацию с Номинором. Еще одна моя детская мечта просто разбита. Исходя из увиденного, можно предположить, что шоураннеры боялись временных скачков и последуемого частичного смена каста. Однако, как выяснилось, их решение о сжатии хронологических рамок было еще более плохим решением. Говоря о таком дырявом сюжете, нельзя не упомянуть тот факт, что Amazon имеет ограниченные права на вселенную Властелина Колец. На данный момент у студии нет прав на трилогию книг Властелина Колец, Сильмариллион и неоконченные сказания. Так что, по итогу мы видим, что шоураннеры могут лишь ссылаться на важные события, но не экранизировать их. Разумеется, данный факт накладывает отпечаток на проект, многих персонажей нельзя показать. Однако, мир Толкин так велик и тщательно прописан, что при желании и хоть минимальных творческих задатках позволяет создать на своей основе как минимум интересный проект. Таким образом, мы постепенно подходим к еще одному серьезнейшему недостатку, очень, очень слабому выбору команды сценаристов и шоураннов. Данные личности, помимо того, что не имеют надлежащего опыта подобных проектов, так еще и по всей видимости являются творческими импотентами. Ведь им совсем не удалось создать ни одного интересного персонажа, с исключением разве что Адара. Все их сюжетные линии такие же пустые и скучные, как и сами персонажи показаны в них. По моему же скромному мнению, боссам Эмазон следует полностью разогнать эту кучку дилетантов и нанять опытных, проверенных людей, например таких, как маэстро Питер Джексон. Я думаю, что Питер Джексон сумеет спасти данный проект и вновь удивить всех нас глубиной своего творчества. Несмотря на все косяки Эмазон, в первом сезоне у сериала при грамотном изменении отношений к своему продукту имеются очень высокие шансы восстать из пепла. В следующих видео о кольцах власти я расскажу, что по моему мнению еще можно будет сделать боссам Эмазон для спасения своего детища. А на сегодня все. Если видео вам понравилось и вы ждете продолжения, можете ставить лайки и подписываться на канал. Для меня, как для начинающего блогера, это очень важно. Всем пока!